Итак, о состоявшемся саммите Рамштайн. Он уже прошел в 11 раз, и эта встреча, ее называют едва ли не наименее публичной из всех прошедших, может показаться, что результаты ее несколько скромны, хотя фраза министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что враг почувствует, обнадеживает. Как бы вы оценили результаты 11-го Рамштайна? Ну, мне кажется, что, в принципе, само сочетание 11-го Рамштайн говорит о том, что построена определенная система, система взаимоотношений партнерских между Украиной и странами-коалицией, которые помогают нам тем или иным объемом, инструментальным объемом, то, что нам необходимо на поле боя. Это первое. Второе. Безусловно, Рамштайны уже работают такая, как машинка, которая позволяет провести своеобразный аудит качественной помощи, ну, вернее, качество той помощи, которая уже предоставлена, как она используется, достаточно ли ее в количественном и в качественном показателях, и, соответственно, внести коррективы в те программы, которые суверенное государство разрабатывает в следующих пакетах для предоставления помощи Украине. Это вторая составляющая. Третья составляющая — безусловный символизм. Очень важно, что периодически такие встречи в таком расширенном составе, когда более 40 стран, поддерживающих основные ведущие, скажем так, технологически безусловные лидеры страны, которые поддерживают Украину в этой войне, которые вот таким, скажем так, в одном месте собравшись, периодически подчеркивают, на чьей стороне, собственно, правда, на чьей стороне прогресс и так далее. Это очень важно с точки зрения символизма, информационного символизма прежде всего. Ну и четвертая составляющая — это, несомненно, конкретика, которую мы имеем в результате и этого «Рамштайна». Конкретика следующая — это системы ПВО. Их нужно заполнять противоракетами. То есть, грубо говоря, все-таки нужно максимизировать поставки противоракет для того, чтобы небо продолжало оставаться закрытым. Второе — это снаряды. Снаряды, еще раз снаряды. Их действительно дефицит. Кстати, не только дефицит у нас, но уже и существенный дефицит у Российской Федерации. Россия тоже истерически сейчас бегает, где-то ищет, чтобы найти возможность компенсировать те расходы снарядов, которые они несут. И третья составляющая — это бронетехника. То есть, ее нужно соответствующим образом обслуживать. С ней нужно работать, ремонтные базы нужно делать, обратно допоставлять, обратно же допоставить еще определенный объем техники и так далее. На мой взгляд, очень эффективный, очень комфортный «Рамштайн», который действительно, вот тут я с вами соглашусь, нужно меньше публичности в таких темах. Ну, то есть, как бы кажется странно, ну, вообще мне очень странно, что война, по сути, в прямом эфире. Мы, конечно, от этого никуда не уйдем, потому что война действительно в прямом эфире. Но вот обсуждать какие-то вопросы о поставках той или иной техники, конкретную номенклатуру техники, когда именно она будет, в каком количестве, мне кажется, это несколько странновато. И вот этот формат, который сегодня, чуть меньше слов, но больше логистических действий, он, наверное, для Украины более предпочтительный. Министр обороны Германии Борис Писториус на «Рамштайне» заявил, я процитирую, «Это абсолютно нормально, чтобы атакуемая страна могла поражать объекты на территории противника, кроме гражданских». Как бы вы прокомментировали это заявление? Да, это, мне кажется, абсолютно адекватное заявление абсолютно адекватных людей, которые, наконец-то, перестают быть под магией вот этого довоенного российского лоббизма, который долгое время на многие страны влиял. Они перестают быть под магией вот этого слова «эскалация», и, соответственно, они начинают правильно оценивать то, что происходит со всех точек зрения. Смотрите, есть конкретный факт. Нарушение международного законодательства во всех его проявлениях. Соответственно, атака на территорию суверенного государства, немотивированная атака. И, соответственно, для того, чтобы эту атаку отбить, мы имеем право уничтожать любое логистическое исполнение Российской Федерации. То есть, грубо говоря, подвоз ресурсов, подвоз резервов и так далее и тому подобное. Это является объективным следствием того, что происходит на поле боя. И, несомненно, мне очень нравится эта риторика, которую придерживается министр обороны Германии, то есть страны, которая долгое время занимала достаточно осторожную позицию в оценках войны. И сейчас господин Писториус практически прямо говорит, смотрите, это же война, война. Есть же у нас конкретный агрессор, который в рамках международного права абсолютно точно идентифицирован как агрессор. Ну, то есть, соответственно, и последствия этой войны, и течение этой войны к нему нужно относиться именно как агрессор. И, соответственно, агрессора можно уничтожать в любом объеме, в любом месте. То есть, здесь нет какого-то двумерного толкования. Есть страна-жертва, Украина, на которую напали. Есть страна-агрессор Российской Федерации. Если жертве нужно для того, чтобы эффективно обороняться, ну, или проводить те или иные наступательные действия, разрывать цепочки снабжения российской армии, то это, безусловно, можно делать, потому что должны быть равновесные условия ведения войны. То есть, не может быть такого, что агрессор имеет, так как он уже нарушил международное право, он будет иметь любые инструменты для того, чтобы воздействовать на страну, на которую он напал, а страна, которая защищается, должна очень скрупулезно подходить к решению тех или иных тактических задач и, не дай бог, не разрезать, например, снабжение, которое находится на территории России. Вы знаете, очень важный аспект. Вот посмотрите, как за 14 месяцев поменялась тональность. Раньше, вот я вам напомню, где-то в первые две трети войны, мы даже когда говорили о том, что является любая военная цель российской оккупационной армии на полуострове Крым, законной для нас, абсолютно законной, в рамках международного военного права законной, нам говорили, нет, ну давайте как-то аккуратно, все-таки, ну это же все-таки полуостров Крым и так далее, Россия его считает своим фетишем, то сейчас уже говорится о том, что если нужно разорвать снабжение, даже это не будет нарушать международное право, если это будет сделано на территории Российской Федерации. Тут я сразу сделаю оговорку. Мы, безусловно, не ставим себе такие планы, что обязательно нужно что-то где-то атаковать на территории России. Мне кажется, Россия сама себя уже атакует достаточно основательно. Вы посмотрите последние события в Белгороде. Это показывает о том, что контроль над теми или иными авиационными компонентами они уже утратили, и это будет только нарастать у них. Нам достаточно будет уничтожать логистические базы, склады стратегического и тактического уровня на оккупированных территориях, или главное, на полуострове Крым, где, собственно, одна большая военная база на следующий день Российской Федерации, которая снабжает все группировки по линии ФОН. А вот риторику министра обороны Германии разделяют другие участники Рамштайна? Это более сложный вопрос. Это вопрос, знаете, ну как бы мне кажется, что сейчас общеглобальная риторика, ну с точки зрения коалиции, которая нас поддерживает, изменилась существенно. То есть никто уже не ставит вопрос принципиально, нужно ли продолжать сопротивляться, не нужно ли продолжать сопротивляться, приведет ли это к эскалации. Эти вопросы уже не ставятся. Точно так же, как не ставятся вопросы по природе этой войны. То есть люди понимают, что это не какая-то конфликтная ситуация, какой-то маленький территориальный спор. Нет, это война, четкая, ценностная война. То есть либо демократия выигрывает, либо авторитаризм у такого самого примитивного лагерного толка выигрывает и так далее. То есть риторика в общем изменилась. Что касается вот таких конкретных проявлений, риторических данных с точки зрения, можно ли атаковать там базы на территории России, это, мне кажется, еще вопрос какого-то времени внутренней дискуссии среди тех или иных стран, потому что не все, давайте будем объективны, не все настолько решительны, как Украина, не все готовы принимать для себя ту или иную меру ответственности, не все готовы быть, условно говоря, лидерами в этой ситуации. Поэтому давайте вот мы двигаемся по своему плану. Мне кажется, это более действенно и более объективно. Мы двигаемся по своему плану, мы исходим из той оперативной целесообразности, которая учитывается нашими военными, ну и, соответственно, военно-политическим руководством Украины. Мы принимаем те или иные решения, опираясь на оценку и рисков, и необходимостей и так далее и тому подобное. Поэтому будем смотреть, конечно, за риторикой глобальной, будем в ней участвовать, будем объяснять причины, продолжать объяснять причины и последствия войны, и то, как эта война должна быть финализирована. И в то же время будем надеяться, прежде всего, на свой анализ и на свои решения. Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на участие в саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года. Чего ожидает Украина от этого саммита и какая ее стратегия участия в нем? Мне кажется, что стратегия уже очевидна. Президент об этом и прямо заявляет о том, что мы действительно не видим никакого другого развития, исторического развития сюжета данного в наших отношениях с блоком НАТО, кроме как максимально быстрое и максимально комфортное вступление туда в Украину. И для этого есть все основания. И, кстати, генеральный секретарь об этом подтверждает, что, по сути, практически единогласно страны и члены НАТО придержатся концепции, что Украина должна быть неотъемлемой частью военного альянса. Ну, за исключением Венгрии, вы знаете, да? Ну, то есть у Венгрии всегда есть свое особое мнение, но это особое мнение ровно до момента, когда начнется финализация войны не в пользу Российской Федерации, безусловно. Тогда Венгрия будет едва ли не самым главным лоббистом украинского интереса для того, чтобы стереть вот это очень-очень позорное пятно, которое они добровольно на свою репутацию сегодня сами наносят. Возвращаясь к НАТО, смотрите, здесь, несомненно, следующие акценты мы поставим с вами. Во-первых, безусловно, сейчас никто не будет принимать Украину в НАТО, к сожалению для Украины, потому что это, в принципе, не в уставе НАТО, принимать страну, которая находится в фазе горячего конфликта как такового. Тем не менее, НАТО на сегодняшний день, по сути, полностью поддерживает информационно, дипломатически, консультативно, рекомендует своим странам-членам поддерживать теми или иными инструментами, военными инструментами прежде всего, что, собственно, эти страны и делают. Мы сегодня пользуемся абсолютно точно, качественно пользуемся всем натовским стандартом оружейным. То есть мы, по сути, по ходу войны переходим на стандарт натовский и уходим от стандарта советского вооружения. И это очень хорошо. То есть, де-факто, мы уже являемся, по сути, неотъемлемой частью военного альянса. Третья составляющая. Мне кажется, что правильная финализация войны, и на это намекает и, соответственно, Йен Столтенберг, она приведет к тому, что позиции Украины резко возрастут, но с точки зрения и ускорятся, с точки зрения необходимости принять ее членом НАТО. Почему? Потому что для НАТО страна, которая выиграет столь масштабную войну, столь высокой интенсивности, безусловно, важна. Это опыт, которого ни у кого, кроме Украины, не будет. С другой стороны, безусловно, без Украины построить новую модернизированную систему паневропейской безопасности невозможно. То есть, на самом деле, во-первых, эта война вдохнула, давайте еще раз подчеркнем это, вдохнула новую жизнь в НАТО. То есть мы сейчас видим перед собой реформируемую, постепенно нарастающую реформу НАТО. Это будет НАТО 2.0, которая будет более четко реагировать на современные вызовы. Оно будет понимать, что есть не только маленькие экспедиционные войны, но есть даже возможность развития вот таких континентальных, панконтинентальных войн, которые мы сегодня видим на территории Украины. НАТО понимает, как эта война, по каким правилам столь масштабная война идет. То есть мы используем то или иное оружие. Это большой практический опыт использования. То есть будут внесены соответствующие изменения в военно-промышленное производство на основании того опыта, который будет накоплен в Украине. И, соответственно, безусловно, Украина, которая будет иметь, еще раз подчеркиваю, большой объем военнослужащих, прошедших горячую фазу войны, конечно же, будет важна для цементирования нового типа НАТО. В Вильнюсе на саммите НАТО могут объявить о сближении с Украиной и увеличении ее поддержки, но при этом оставят требование проводить реформы. Предполагается, что такая формулировка устроит и членов Альянса, и власти Украины. Об этом сообщает издание «Юректив» со ссылкой на собственные источники в руководстве Альянса. Может ли такая позиция, такой ход развития событий устроить руководство Украины? Ну, это как бы немножко странно звучит. Знаете, это как будто бы люди живут в позапрошлом веке, то есть они говорят достаточно банальные вещи. Но, безусловно, реформирование — это эволюция, это трансформирование. Конечно, Украина будет постоянно реформировать те или иные составляющие своей системы управления. Это очень важно, потому что нереформируемое государство быстро теряет свою конкурентность. Это очевидно. Знаете, меня всегда поражает написать какую-то банальную вещь, надуться и сказать, смотрите, вот будут такие условия, Украина получит поддержку, но если она прогарантирует реформы. Это более примитивный фраз, наверное, в современном мире придумать нельзя. Но это же банально. Но, безусловно, мы будем реформироваться, мы будем улучшать свою систему государственного управления. Государство должно стать более сервисным, более компактным, более современным, потому что это наши конкурентные преимущества, в том числе антикоррупционный индекс нужно повысать, в том числе повышать качество судебной системы, безусловно, в том числе качество экономического регулирования, в том числе сокращать бюрократию как таковую, потому что она инерционна, инертна и так далее. Это настолько очевидно, что в этом даже нет субстрата для обсуждения. То есть государство Украина, которое, к моему огромному сожалению, в течение 30 лет так и не построило правильный каркас вот этой современной государственности, сейчас как раз этот каркас начинает прорисовываться, то есть субъектность Украины повышается. И, безусловно, государство Украина не может остаться таким, как было до войны. Оно должно быть другим, с учетом всех новых вводных, которые эта война, к сожалению, перед нами поставила. Одна из этих главных базовых вводных нам нужно было давно уже полностью изолировать свое пространство от влияния российской политической, информационной, пропагандистской, культурного влияния. Вот это нужно было сделать. И экономического, прежде всего. Конечно, кстати, между прочим, все, что касается реформирования системы правоохранительной, судебной, антикоррупционной системы, безусловно, мы должны были бы, если бы были оторваны от России, давно это сделать. Но Россия заинтересована. Она, кстати, коррумпировала не только постсоветское пространство, не только собственную страну россияне коррумпировали, но они очень много потратили ресурсов для того, чтобы коррумпировать и европейские политические элиты. Вот это все после войны будет меняться. И, естественно, Украина будет одним из хедлайнеров этих изменений, трансформационных изменений очень важных. Потому что конкурентная среда будет изменена, ценности будут обновлены, и, соответственно, Украина будет выглядеть совершенно иначе. Поэтому еще раз вернусь к главному своему тезису. Надо меньше смотреть на вот эти достаточно банальные, пафосные, знаете, измышления. Будет ли Украина, будет такой ультиматум Украине, вы должны будете проводить реформы, это так страшно и так далее. Меньше, пожалуйста, обращайте внимание на людей, которые остались в довоенном времени. Вы вспоминали о Белгороде, в котором вчера взорвалась авиабомба. Сегодня, кстати, буквально пару часов назад обнаружили вторую авиабомбу, которая не взорвалась. По официальным данным российской власти, это было нештатное схождение авиаприпаса с российского военного самолета. Как вы думаете, начало ли среди граждан России появляться понимание того, что до 24 февраля 2022 года никакие авиабомбы, ни штатные, ни откуда не сходили, это раз. Второе, ни в Ейске, ни в других городах на жилые дома не падали самолеты. К сожалению, для современной Российской Федерации слово понимание является табуированным. Они не хотят ничего понимать. Они не могут по разным причинам, в том числе по анатомическим причинам, ну, грубо говоря, по причинам устройства их серого и вещества в головном мозге, они не могут увязывать причины и следствия. Они искренне продолжают верить элементам пропаганды. Они искренне считают, что это всё, вот эти вот падающие на их головы бомбы, это всё защита Родины от биолабораторий, от нацистов, мифических и так далее. Они всё это реально так воспринимают. Российская Федерация в нынешнем её, скажем так, публичном исполнении, она может только под влиянием одного стимула измениться, под влиянием внутреннего страха. Вот то, что у них появляется страх, безусловно, это будет их трансформировать. Страх имеется в виду, что будет ответственность за то, что они делают. Страх то, что они остаются в одиночестве. Страх, ну, я имею в виду, как изгои глобальные. Страх того, что они будут в закрытой стране. Страх того, что они потеряют возможность ездить по миру. Страх того, что они будут иметь всё более ухудшающиеся социальные условия. Ну, они и так живут там достаточно в нищих условиях, но, тем не менее, это все будет ухудшаться и так далее. Но самое главное, они начинают чувствовать два синдрома. Первый — это организация отношений, вот эти возвращаются мобилизованные, это дикие люди, они и так туда пришли немножко помародерить, пограбить, там им не удалось. Сейчас не особо сильно ты помародеришь и пограбишь, в отличие от первых месяцев войны. И, соответственно, они приходят с вот этой налившимися кровью глазами и начинают убивать в своих же там селах, городах, своих же родных, близких и так далее. Вот эта афганизация будет очень быстро и бурно нарастать. Почему? Потому что силовых вертикалей в России уже практически не остается. И вторая часть — это Воронеж, ну, от слова «воронеж», короче, происходит, будет синдром, воронежский синдром, когда вот эти эксцессы с падающими бомбами будут резко нарастать. Смотрите, они за последние четыре месяца постоянно проводят везде проверку бомбоубежищ, постоянно во многих городах работают сирены, они постоянно увеличивают количество систем ПВО, которые находятся в городах, они постоянно вводят дополнительные ограничения для каких-то гражданских прав и так далее и тому подобное. То есть количество эксцессов на объектах критической инфраструктуры стремительно возрастает, а теперь уже есть прямые разрушения от действия авиационных бомб. Конечно же, наконец-то, я прошу прощения за это, наконец-то, но это очень важно, наконец-то кармически туда возвращается война. Она приходит обратно в Россию, потому что страна агрессор неизменно в итоге терпит поражение и платит за это максимальную цену. Россия будет платить за то, что она развязала оккупационную войну, максимальную цену и юридически, и физически, и своей безопасности. Спасибо большое, Михаил. О результатах уже 11-й встречи в формате «Рамштайн» и о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, о перспективах членства Украины в Альянсе, а также о том, как в Белгороде якобы нештатно сходят авиаприпасы с военных самолетов, поговорили с антикризисным советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.